Слушаем вас, Татьяна. В чем вопрос? Вопрос в том, что не могу создать отношения с мужчиной. Мне сейчас 47. Ближе к 48. В общем, выходила замуж в 20 лет. В 23 разошлась и с тех пор не смогла ни с кем построить отношения. Пыталась. Пробовала. Да, двое. Один от брака. Один вне брака. Так. Вы за три года успели двоих родить? Нет. Там большой перерыв. 13,5 лет. Детям сколько сейчас получается? 13 и 27. Ребята? Да, мальчики. Сами-то что думаете, Татьяна? Почему так не складывается? Сначала все время пробовала, пробовала. Думала, что что-то во мне. Потом пошла в обучение. В психологию. Потому что понимаю, что никто мне не может помочь. Думаю, надо разобраться самой. Составила когда-то анкету. Посмотрела в нее. И поняла, что после того, как может быть, побои там были у меня, браки, муж избил меня. Скорее всего, после этого я выбирала тех мужчин, которые меня не выбирали. Ну, в общем-то, они озвучивали, что они приходили в мою жизнь ненадолго. И я почему-то пыталась там что-то что-то доиграть или что-то получить от этих отношений. В общем, когда-то я от них отказывалась. А те, кто мне нравились, они уходили от меня. не совпадали, то, что называется. Ну, как будто бы, да. Сколько уже без романа времени живете? Без романа, наверное, более двух лет. То есть, два года последних вы одна? Да. Сказайте, из какого города вы? Краснодар. Краснодар. Нравится в Краснодаре жить? Да. Я здесь два года, кстати. А где до этого? В 45 лет жила в Башкирии. И в 45 лет резко собралась, встала и переехала. Дети с вами? Младший, да. Старший уже успел уехать. Ну, после школы поступил в Москве и там остался. С младшим сыном переехали. Хорошо, Татьяна, давайте сразу к делу. Итак, представьте, что вы живете не одна, а рядом мужчина. Он подходит, вас обнимает. Лиза не надо рассматривать. Просто вот мужское тело рядом и человек вас любит и вы замужем. Как ощущения? Давит как-то. Как давит? На плечи. Его руки давят или ситуация давит? Ну, как будто он такой большой, тяжелый и как будто он наклоняется и... Он маленький китайец, к примеру, да? Давайте так. Метр пятьдесят ростом. Как ощущения? Ну, как будто не хватает. То есть, не надо, чтобы он на меня давил, да? Наверное. Так, поймайте это ощущение, пойдем в прошлое посмотрим. Мне сорок лет, есть это ощущение к моему теле? Да, давящее? Да, 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 конечно. Да. Двадцать лет как ощущение? Да, да. Десять лет. Да, это... Один год. Да. Мне один день оживлотил мамы. Давид, только сейчас уже прямо руки прорисовываются. Че это чувство? Мамина или папина? Мамина. Мам, как зовут? Валентина. Мама Валя, сколько ей было лет, когда она нас родила? Двадцать восемь. Я маму Валя, мне двадцать восемь. Как ощущения? Ну, обычная. Есть это ощущение давления в плечах? Ну, как будто нет. Папа, как ты зовут? Илья. Сколько было Илье лет, когда он... когда вы родились? Тридцать два. Я папа Илья, мне тридцать два года. Как ощущения? Да, есть, наверное. Я Илья, мне тридцать. Есть. Двадцать. Я Илья, мне двадцать. Есть. Я Илья, мне десять. Я Илья, мне один год. Есть. Я Илья, мне один месяц в животе у своей мамы. Есть. Че это чувство, бабушкина или дедушкина? Дедушкина. Как его звали? Василий. Сколько было Василию лет, когда родился Илья? Двадцать семь. Могу ошибаться, но... Ну, хорошо. Я дед Василий, мне двадцать семь лет. Как ощущения? Страшно очень здесь все колотится. колотится. И вот это чувство сильнее стало на плечах? На плечах тоже есть, да. Я Василий, мне двадцать. Как ощущения? Ну, и на плечах есть и вот здесь вот еще сильнее. Я Василий, мне десять. Я Василий, мне десять лет. Есть. Я Василий, мне один год. Я Василий, мне один год. Да, есть, есть еще семьи, мне кажется. Да, мне один день, я в животе у своей мамы. Я Василий, мне один день, я в животе у своей мамы. Есть. Я Василий, че это чувство теперь кажется? Про бабушки или про дедушки? Вы помните их? Нет. Давайте сразу в прядку пойдем. Я тут предок, с которого начался конфликт. Кем мы себя ощущаем? Мужчина или женщина? В тот конфликт. Что эти ощущения? Женская, мне кажется. Женская. Я эта женщина, да? Да, женщина. Сколько мне лет? Что в моей жизни происходит? Связано с этим ощущением. 26 идет как будто лет. А что было? Что там происходит, связано с этим ощущением в ее жизни? Кто-то над ней стоит и вот так руки положил на плечи. И вот руки, прям ощущаю руки, как будто давит. Что он делает? Зачем он давит и что он делает? Не вижу, кто это. Заставить. Что заставляет делать? Очень сильные руки. Не понимаю, мужские или женские. Не вижу. Так. Что заставляет делать? Не знаю, как будто приходит кланяться. Кому и зачем? Кому и зачем? В каком-то мужчине ноги целовать. Не знаю, сапоги целовать. Что-то такое. Зачем? Да, зачем мне надо целовать сапоги? Какая цель в этом? Я этот предок, зачем мне надо целовать сапоги? Ну, как будто сказать свою покорность, что ли. Проявить какую-то, я не знаю. Склонить голову. Что-то такое. Это надо делать. Мне трясется. Да, зачем это надо делать? Иначе что? Если я не буду покорный, иначе что? Как будто я не смогу жить. Почему не смогу жить? Что будет, если я не буду покорный? И что я делаю, чтобы выжить? И зачем? Чтобы выжить, я должна преклоняться, быть покорной и выполнять чьи-то условия. Зачем? Да, чьи условия, в каком вопросе надо выполнять? Он сильный, он властный. Так. Он кто? Кто он до меня? Кто он, не этот человек? Почему я терплю? И что я терплю? Не знаю. Как будто вот у него деньги, что ли, или власть какая-то. Как будто он такой. Он кто по отношению ко мне? Я, эта женщина предок. Кто этот человек по отношению ко мне, которому я должна кланяться? Муж. Так. Иначе что, если я не буду это делать? Что будет тогда, если я не буду это делать? Бить будет. Бить будет. Бить именно. Так. Он меня бьет? Нет, не бьет, но просто я знаю. Угрожает. Итак, я, эта женщина, не один день, я в животе у своей мамы. Давайте поработаем. Я, эта женщина, не один день, я в животе у своей мамы. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая, ты выйдешь замуж за человека, который будет обладать властью и деньгами. И когда ты выйдешь замуж, он тебя будет порабощать. Он будет тебя заставлять ему подчиняться и поклоняться. Ты будешь в этот момент чувствовать себя рабыней, которая вынуждена это терпеть, чтобы остаться в живой. Чтобы тебя не убили, не избили и не причинили тебе физического вреда. Но все это для того, чтобы в этот момент ты бы почувствовал себя абсолютно счастливой и свободной. Это для того, чтобы ты себя почувствовал под защитой высших сил и наслаждал это своей жизнью просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы в этот момент в твоем сердце бы открылся дар безусловной любви, который бы начал управлять твоим мироощущением, поведением и событиями в твоей жизни. Это для того, чтобы этот дар передался всем твоим потомкам, которые бы легко и просто создавали семейные отношения и получали бы от этого огромное удовольствие. Как ощущения? Как ощущения? Я этот предок, как я себя чувствую? Я этот предок, как я себя чувствую? Это не успокаивает, а появился какая-то защита в оху или это сила. Сила как будто появляется сзади. Так, теперь вернемся в ваше тело. Итак, я замужем и мужчина рядом. Как ощущения? Я замужем и мужчина рядом. Как ощущения? Ну, походит сзади ко мне. Как ощущения? Я могу его справа под руку взять. Скажите мне теперь, Таня, в ответ на вопрос. Когда вот мужчина что-то делал не так, вас это бесило? Вы не любили подчиняться? Конечно, да. Вы не любили принимать мужчину? Изъяны человеческие терпеть не могли, да? Понимаете, откуда это у вас? Лучше я буду одна, чем с кем попала. Понимаете? Да. Это прям для вас. Гордость и предубеждение. Да. Ну, никому это показывать даже не буду. Но именно это я и чувствую. Ну, чувствовала. В этой стратегии я жила. Ну, я не хотела это переживать. Мне сложно было. Ну, вот такая история была в роду. И вот она на вас влияла. Вы уникальная личность. Поздравляю. Я думала просто, что... Ну, что это я какая-то не такая, что все же могут с этим мириться. Это не вы. Это вам досталось. И вы очень остро видели в людях изъяны и не могли с этим мириться. Поэтому вам крайне тяжело было воспринимать человека, особенно у него какие-то недостатки. И лучше быть одной, чем с кем попало. Это прям для вас. Ну, я не к тому, чтобы с кем попало сейчас надо создавать отношения. А к тому, чтобы было бы проще. Потому что когда ты любишь себя и другого, и у тебя нет ничего такого внутри, ты видишь недостатки человека, но они тебя не раздражают. Они тебя начинают забавлять даже. Было бы здорово. Как самочувствие сейчас? Ну, такой жар. Там очень много энергии было заблокировано. Очень. Большая боль. Меня прям прорвало. Просто коленки тряслись. Такой экзорцизм, да? Как называют надо. Выходят блоки большие, да? Человек как будто, значит, как бы программы висят, в которых он живет. Она выходит, и ему становится легче. Такое ощущение, что скалу прям с вас снили в этот момент. И вы выходите из этого гипноза, из этого влияния родовой энергии, и открываетесь с новым перспективом. В каком-то смысле даже несовершенствия этого мира, но она вас не раздражает. Ну, только какой он и есть. Вам внутри это хорошо от этого. Прикольно. Окей. Ну, теперь надо открыться миру, завести какой-нибудь там аккаунт в соцсети, и посыпется продолжение сразу. Здорово. Очень много сейчас ко мне поступает информации от разных людей, которые в соцсетях знакомятся, вот в этих там всяких, где люди знакомятся. И прекрасный союз образует очень быстро. Я зарегистрировалась, если честно, вчера или после вчера. Вот, видите, вы в тренде, я прям предугадал, да, и вы предчувствовали, что у нас с вами будет общение, и теперь через 2-3 месяца ваша жизнь никогда не будет прежней. Ну, вернее, она сейчас не будет прежней, но вот движуха начнется. Это не надо стесняться. Не важно, 40, там, 5, вам 60, какая разница. Если что-то хочется, да, даже 25, надо об этом уметь заявлять меру. Ну, я вакант, да, я вакант, я жду отношения. Что такого? Что стыдится, когда приходится? Я знаю, что там знакомятся, знаю. Есть у меня примеры, которые там находят друг друга. Отлично. Какие-то образы. Ну, видите, интернет не зря придумали, да? Можно вопрос? Давайте. Есть ли здесь параллель, вот, с моей мамой? Ну, копаю. 45 лет, получается, когда я сорвалась со своего места, я уволилась с работы, на которой 20 лет. Что там делала? В общем, на одном месте работала, ну, там, с бумагами, делал производство, по кадрам. Вот. Ну, я уже давно, к тому времени, уже мысли были, что я так не хочу, мне это не нравится, я хочу другое. В общем. И сейчас все это время, вот, уже около 2,5 года, получается, я искала работу, не находила. Ну, я так понимаю, что я не находила ее, потому что, потому что хотела чем-то другим, наверное, заниматься. И вот, получается, что провожу параллель. Мама работала до 45 лет и больше не работала. Есть ли здесь параллель? Есть, конечно. Если я до 45 лет тоже работаю, вдруг я встаю и уезжаю, срываюсь с места, не работаю, и не могу найти способ зарабатывать деньги. Ну, вы как-то живете? Кто-то же вас кормит? Ну, какие-то работы находила. Там, какие-то деньги зарабатывала. Каким способом вам хочется получать деньги? Хочу работать онлайн. Что делать? Показывать услуги. Сейчас мы психолога учимся. Да. Где учитесь? У Ольги Роменской. А кто это? Ну, не знаю, думаю, может, вы знаете. Это что? Это институт какой-то или что это? Ну, это школа просто. Ну, просто школа. А на МИД хотя бы государственную кандидацию? Да, будет. Да. Будет профессиональная квалификация. Будет детство. Ну, окей. Сколько там учиться? Ну, до конца года буду учиться. Ну, то есть полгода где-то, да? Угу. Ну, я с начала года уже учусь и до декабря. То есть вывод себя визи в качестве психолога, да? То есть он хочет других консультировать, да? И получать вот это удовольствие зарабатывать деньги. Да. Зачем вам это хочется делать? Ну, во-первых, мне сначала охота была узнать, что со мной. И разобравшись, ну, может быть, я смогу помогать другим. Ну, зачем вам это надо? Помогать другим? Не знаю. Ну, пейте на этот вопрос. Зачем вам это надо? Причинять добро людям, а? Зачем? Чтобы мир становился лучше. А он плохой? Кому-то помогать. Таким же, как я. А таким же, как вы это? Это каким? Ну, столько лет я не могла находить, вот, допустим, что со мной не так. И? Может быть, я смогу находить причины. Тоже у других людей. Давайте поиграем в такую игру, Татьяна. Вот вы замужем. Еще раз. Поменялась ситуация. Вы вышли замуж. У вас там романтичный период начался в жизни. Новый. Как ощущения? И что я хочу при этом делать в социуме? Я вышла замуж. И мне хорошо там. Что при этом я хочу делать в социуме? Что я чувствую в этот момент? Не знаю. Не вижу. Хочу я при этом с людьми заниматься? Да. Чем? Чем? Мне хочется общаться, что-то делать. Ну, что делать? Какое-то... Какую-то пользу я им приношу. Какую? Они становятся счастливее. И рады. Какую и как я им пользу приношу? Ну, до этого я наращивала ресницы, пробовала. Да, тоже был такой. Делала красоту, и они уходили счастливы. Мне это нравилось. Ну, вот представьте, что вы эту романтику в своей жизни уже преднесли. Вам же хотелось счастье дарить другим, чтобы вы это чувствовали тогда. У вас такая была потребность. Вы присоединились к этому действию, да, в качестве наведения красоты женщины. И вам типа хорошо, мир прекрасен. А вы сами глубоко этого не ощущали. А вот представьте, что вы это глубоко уже чувствуете до мозга и костей. Вам прекрасно все в этом мире. Вы прямо наслаждаетесь. Что вы тогда будете в социуме делать? Вот честно только. Ну, вообще, охота вам работать. Давайте так вот, когда все в личной жизни прекрасно. Хочу ли я работать, да? Да. Вот честно только. Честно, да. Внутри есть такое, что я не хочу работать. Вот. Поэтому давайте мы не будем врать себе. Вы, на самом деле, созданы для счастливого замужества, по большей части. И в помощи, содействии вашему партнеру в тех начинаниях и вопросах, которые у него есть. Вы прекрасный психолог, безусловно. Но вот вести прием и слушать сопли, чей-то, да? Вот второе речь, это не совсем ваше. Вы не созданы для этого. Вас это быстро, вам это надоест. Возможно. Я еще, во-первых, не все прошла. Ну, пройдите. Это очень интересно, потому что это обо мне в том числе. Интересно для себя. Все. Особенно тот, кто идет в психологию, это всегда себе. Вот разобраться с собой. Процентов 30-40 на самом деле дойдут до того, чтобы помогать другим. Это в большем случае. И в этом ничего плохого нет. Просто это вам помогает определиться, кто вы на самом деле и какая вы. Во-первых, вам много и так дается, но вам не надо убиваться на работе и уж тем более отдельно взятого человека лечить. Когда дома такой интересный процесс может идти. Было бы классно, конечно. Было бы здорово. Не надо. Почему я так говорю? Не к тому, чтобы обломать вам крылья или разубедить вас в этом. Нет. Я к тому, чтобы учитесь себе не брать. Вот когда вы действительно этого хотите, вас действительно туда потащат. А когда вы больше всего хотите быть рядом с мужчином и кайфовать от этого, у вас давно этого не было. Зачем вам работа при этом? Зачем? Ну, это общество. Как это? Не работают. Какое общество? Это детские, видимо, из детства идут. Страхи. Как это? Все работают, да. Как это не работают? Да, вдруг пенсии не будет. Да, там 3000 рублей в год. Да, вдруг этого не будет. Да, поэтому надо говорить, что я что-то делаю. Увидеть, я что-то живу. Что-то в процессе в каком-то. Куда-то иду. Ужас. Да. Честно, да. Поэтому, Татьяна, давайте не будем себе врать. А лучше быть бриллиантом, да, чем попало. Даже пытаться быть хорошим психологом. Не совсем это ваше. Поверьте мне, вы и так с тобой мир украшаете. У вас поводов это много найдется. Но жевать сопли это не совсем ваше. Понятно? Спасибо. Ну, учитесь. Это все на пользу. Ну, вот пусть полгода пройдет. Ну, это очень интересно. Очень интересно. На самом деле. Психология вообще должна изучаться со школы. Вот мое глубокое убеждение. Да, то есть дети там с 5 лет уже должны какие-то отзывы знать. И сексуального поведения, и такого, и такого. Ну, и вообще, как это выстраивается? Коммуникация, и деловые игры должны быть. То, что приносит эмоциональную свободу. И система образования должна быть в школе. Не уничтожающая личность, а наоборот, дающая ей свободу. А наша система, она такая. Всех под одну гребенку зачастую. И редкий учитель, который старается, заводит аудиторию. Да, когда детям приятно ходить на урок, и им приятно учиться. Много чего психология меняет. Ну, вот самое главное, тебе не врать. Спасибо. Договорились, что полгода пройдет. Закончите образование. Встретите, кого надо. Выйти замуж. Потом напишите, как дела. Хочется вам действительно с кем-то работать. Или у вас там полно других вопросов появится, которые вас полностью захватят. И доставит вам это огромную удовольствие. А, кстати, если вы переехали в эти края, предки не из этих краев? Не из Краснодарского края? Кто-то же есть. Такое ощущение, что вы на землю вернулись. Может быть, у меня просто нет информации. Ну, это ощущение, что земля вас тащит. А здесь нет никого нет. Надо исследовать. Надо исследовать. То есть, вы в этой атмосфере сейчас чувствуете органично в своем Краснодаре сейчас. Мне нравится. Как будто это ваше. Ну, а почему на ваше надо рот исследовать, смотрите? Есть вопросы? Нет, все. Спасибо. Тогда удачи вам. Потом пишите через полгода, как у вас голову. Обязательно. Давай, счастливо. Всего доброго. Спасибо.